Я считаю, что 1 сентября это день лицемерия, а вовсе не государственный праздник. Как это принято считать? В этом ролике я поделюсь своими мыслями в целом о школе, о системе российского образования, вспомню истории со школы, о том, почему 1 сентября и школа, это на самом деле очень плохо. Ты, возможно, об этом даже никогда и не задумывался. Ролик обещает быть интересным, поэтому подпишись на канал, если не подписан, поставь лайк и погнали! Ну что, ребятки, меня какое-то время не было, я отдыхал, перезагрузился, избавился, так сказать, от выгорания и готов вернуться. И, кстати, я не знаю, заметили вы или нет, но у меня новый звук. Да, я приобрел себе новый микрофон, который теперь записывается через звуковую карту в стоечку такую вот классную, поэтому и сидеть работать мне теперь приятнее и удобнее, и ваши ушки я также буду радовать. А мой Самсончик, который был со мной с момента основания канала до последнего ролика, может спокойненько уходить на пенсию. Помянем его в комментариях. Кстати, его я планирую разыграть среди подписчиков. Если что, это микрофон, на который я записал все свои ролики. Так сказать, микросистории. Его я разыграю среди подписчиков своего телеграм-канала, рандомным образом. Так что шанс его получить, а возможно и увидеться со мной лично, будет у каждого. Ссылку на свой телеграм-канал я оставлю в описании. Первым делом тебе нужно подписаться. Дальнейшие условия выложу позже. Казалось бы, в последнее время у меня на канале какие-то серьезные жесткие темы. И что сподвигло меня снять ролик про школу и первое сентября. Вчера я был на линейке у своей двоюродной сестры, которая пошла в первый класс. И как вы понимаете, на линейках я не был довольно давно. Еще с тех пор, как закончил школу. И тут все мои воспоминания об этом прекрасном не освежились. Я вновь увидел то, что происходит внутри российских школ. Какой там кринж и безобразие. Такой вот вопрос. Для чего вы ходите в школу? Мало кто об этом задумывается. Потому что в школу большинство людей ходят потому что надо. Это не как с вузом, не как с колледжем. Место, в которое ты идешь сознательно, желая построить карьеру в определенной области, откосить от армии, получить ученую степень и так далее. Школу за нас выбирают наши родители. И в отличие от вуза, на который ты можешь забить и уйти оттуда, учиться в школе это абсолютно обязательно для каждого. Если ты начнешь систематически прогуливать, не только у тебя, у твоих родителей могут появиться серьезные проблемы. И за вашу семью возьмется государство. Так что, как мы уже выяснили, не ходить в школу не вариант. Это тотальное принуждало. Но я не хочу демонизировать школу. Поймите, у меня есть огромное количество плюсов. Это социализация. Ты находишь приятелей, корешей, друзей. Иногда даже лучших друзей, с которыми ты потом дружишь десятилетиями. Я тому лучший пример. У меня в школе было два лучших друга, с которыми я общаюсь до сих пор. Одного из них вы, я думаю, знаете и сами. Так сказать, мой коллега. И одна из главных вещей, которым лично меня научила школа. Она научила меня, как ее пройти, чтобы меня не отчислили. То есть, до какой степени тебе надо быть хитрым, какой тебе нужен подход к людям, к учителям, чтобы на школу забивать и при этом оставаться на плаву. В жизни, в УЗИ, в работе крайне полезный навык. Потом, безусловно, школа дает базовый багаж знаний, без которого ты, ну, не можешь стать полноценным человеком. Я опускаю сейчас, что когда я пошел в первый класс, я уже умел и читать, и писать, и говорить нормально, и даже кое-что на английском знал. Если мы берем такого вот базового ребенка, которым никто не занимался, у которого нету репетиторов, то да, школа определенно даст нужный багаж знаний. И, как я сказал, высшую социализацию. Но это в рамках первых 6-8 лет, то есть от начальной до средней школы. Но у меня вопрос к тому, что происходит в последних классах. Десятый, одиннадцатый, девятый, да пусть даже восьмой, седьмой. Все последние годы обучения сводятся к тому, что ты готовишься к экзаменам. Пишешь тестовые работы, готовишься к ОГЭ, потом пишешь еще тестовые работы и пробники, затем готовишься к ЕГЭ. Чуть ли не 4 последних года обучения завязаны на том, что тебя запугивают экзаменами. И максимально пытаются напичкать знаниями, которые тебе на этих экзаменах пригодятся. И что самое жесткое. Ой, а что такое маленький? Ютуб залагал? Хочется посмотреть мой ролик до конца и при этом, чтобы он не виснул? Есть простой способ, как это сделать. Заходишь в App Store, пишешь дед БПН. Устанавливаешь его. Процесс, кстати, очень простой. И можешь кайфовать. Без лагов и замедлений. Плюс, как бы, есть моментик, что у нас от этого монетка подрастет. Так что сделаешь хорошо и себе, и мне. Все заблокированные соцсети, тот же ТикТок. Все будет работать быстро и качественно. При том, что никаких ограничений у тебя нет. Один раз нажал кнопочку и сидишь кайфуешь. Ссылочку на дед БПН я оставлю в описании. Присоединяйся к нам, людям, у которых интернет не лагает. Так, дед БПН мы установили, ролик больше не лагает, поэтому можем продолжить. Так вот, все последние годы обучения сводятся к тому, что нас готовят к экзаменам. И получение знаний, образования, все уходит на второй план. Просто для того, чтобы школа доказала, что из нее выпускаются успешные ученики. Медалисты, отличники, стобальники. Вот этот самый сюр. Когда я был на первом сентября у своей двоюродной сестры, там директриса при родителях, при учениках на линейке. Прям открыто орет. Ребятки, вы должны хорошо учиться, получать пятерочки, радовать нас и своих родителей. Потому что хорошие оценки, это очень важно. Это самое важное в школе. И наивные детки, которые еще несколько месяцев назад ходили в детский садик, стоят с распростертыми ушками и слушают эту бредятину. Как я уже говорил много раз, оценки это вещь, которая показывает, насколько хорошо ты зазубрил конкретный материал. Что такое интеллект? Что такое образованность? Это умение строить логические цепочки, мыслить, прогнозировать, что произойдет, что будет дальше. Интеллект это когда ты можешь свободно мыслить, когда ты независим, когда ты являешься ценным сам по себе, а не как один из винтиков огромного механизма. Но школа и система образования как раз таки хочет, чтобы мы все были такими вот винтиками, исполняющими свои функции, подконтрольными и внушаемыми. Этакая фабрика клонов. Тебе вдалбливают знания не для того, чтобы ты стал классным специалистом, а чтобы ты сдал экзамены для отчетности, чтобы у школы не упали рейтинги и государство также продолжало вкачивать в нее свои денежки. Никто не заинтересован в том, что если у тебя классно все с биологией и ты хочешь стать, допустим, нейробиологом, никто не заинтересован, чтобы ты поступил в медицинский вуз и стал классным работником. Люди заинтересованы, чтобы ты хорошо сдал ЕГЭ, а уже как ты поступишь, куда, поймешь ли ты чем хочешь заниматься или так никогда до этого и не дойдешь. Это уже чисто твои проблемы. Вот представьте, что последние 3-4 года школы вы бы тратили время не на подготовку к бесполезному ЕГЭ, которое не показывает твои знания, а тратили бы на то, чтобы лучше понять себя, свою профориентацию. Что у вас получается хорошо, а что не очень, занимались бы тем, что вам действительно приносит удовольствие. И нет, я не про игру в доту и поедание чипсиков, я про ваше дело, то, чем вы горите. И представьте, что эти 4 года вы готовитесь, занимаетесь, школа заинтересована в этом, а потом вы вместо дебильного ЕГЭ выполняете задания, необходимые, чтобы поступить в конкретный вуз. Вот, допустим, я хочу выучиться на режиссера, и последние годы я пополняю свою портфолио, снимаю какие-то короткометражки, беру интервью учеников, прохожу дополнительные занятия в самой школе, которые заинтересованы в том, чтобы мои вот эти вот изначальные навыки развить, но более высокого уровня. И потом я успешно поступаю в вуз на режиссера. Для меня такая система образования была бы гораздо лучше. А вместо этого я последние годы не успеваю готовиться к поступлению в вуз, я готовлюсь к сдаче ЕГЭ, которая, да, безусловно, нужна, чтобы тебя вообще рассмотрели, но в дополнение к ЕГЭ мне также надо будет предоставить свое портфолио. Или, допустим, как у меня было. Я поступил в МГЮА на юридический, на гражданское право. Для этого я сдал базовую математику, русский язык, общество знания и историю. Я, конечно, понимаю, что общество знания и история неразрывно связаны с правом, с законами. Но давайте по чесноку. Если я знаю, в каком году основали Москву, как это мне поможет стать хорошим юристом? Почему девочку, которая на 100 баллов сдала историю и при этом ничего не понимает в юриспруденции, не обладает каким-то ораторским искусством? Чему ее вуз возьмут, а меня нет. По-моему, это не честно. И каждый раз, идя в школу на линейку 1 сентября, по сути, мы празднуем день вот этой вот дебильной системы образования. День того, что ты отучишься 11 лет только ради того, чтобы сдать экзамены. И сам факт сдачи экзаменов ровным счетом ничего тебе не дает, кроме как возможности бюджетно попасть в вуз. Это, кстати говоря, не защищает тебя от того, что ты уйдешь после первого или второго курса. Или тебя вовсе прогонят, потому что ты не на своем месте. И получается все эти годы, что ты готовился к экзаменам к ЕГЭ, ты потерял впустую? Что вообще об этом думает государство? Если вы помните, недавно были новости о том, что ЕГЭ во многих городах России как-то очень странно и подозрительно проводился. И завели даже разговор о том, что систему образования надо реформировать. Возможно, даже и отменить ЕГЭ. И действительно, в России собираются кардинально изменить ЕГЭ и ОГЭ. Изменения коснутся контрольно-измерительных материалов, химов по информатике, иностранным языкам, литературе, русскому языку, физике и химии. Основная цель – это противодействие заученным шаблонным ответам, а также увеличение роли логических рассуждений в решении задач. В рамках изменений обсуждается ограничение ссылок на комиксы, аниме, компьютерные игры. Изменения ожидаются в 2-3 года. По-моему, это немного не те изменения, о которых мы все говорили. Мы сделаем вид, что нам очень интересно, что мы озабочены, ведём какие-то дебильные бессмысленные правки, которые систему вовсе не меняют. А в конце скажем, ну вот видите, мы же заинтересованы. И походу, с тех пор, как я и мои друзья закончили школу, толком ничего и не изменилось. К сожалению. Надеюсь, когда-то это поменяется. Пиши своё мнение в комментариях, подписывайся на канал, ставь лайк. Напоминаю тебе про Дед БПН по ссылке в описании. И о моём розыгрыше. Пока-пока.